Здравствуйте! Жилищный вопрос многие десятилетия остается самым насущным для многих жителей страны. И особенно остро он стоит для выпускников Центра в помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Дети-сироты могут рассчитывать на помощь государства. Предоставлять жилье детям-сиротам должны согласно действующему законодательству. О том, каким образом происходит эта процедура, расскажем в новом выпуске передачи ЖКХ «Дело о предоставлении жилья детям-сиротам от государства». Вопрос с предоставлением жилья детям-сиротам стоит на особом контроле правительства Вологодской области и активно осуществляется и в Великоустюгском районе. Только за последние пять лет 51 выпускник Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, получил собственное жилье. Причем не только в Великом Устюге. Жилье предоставляется как на вторичном рынке, но это небольшое количество таких квартир, так и в новостройках. Важным является то, что если еще 10 лет назад жилье предоставлялось только по месту, где выпускник проживал, в каком детском доме он проживал, то сейчас учитываются условия жизнедеятельности выпускника. То есть где он учится, где он работает, где он создал семью. И таким образом наши дети получают жилье не только в Великом Устюге, но и в Вологде, в Череповце, вот у нас есть в Соколе, в Харовске. То есть это очень-очень важный момент, что на это стали обращать внимание. Первый шаг, который нужно сделать для получения жилья – встать на очередь. Для этого подается заявление в местные органы опеки и попечительства. Возраст сироты на момент обращения значения не имеет. Списки на социальную помощь формируются из сирот, которые уже достигли 14-летия. Для заявления о своем праве на квартиру потребуется приготовить пакет документов, в который входит паспорт, справка из Центра помощи о нахождении учреждений, документ, подтверждающий статус сироты, справка об отсутствии собственного жилья и другие. Жилищный вопрос контролируется органами опеки с момента поступления ребенка в детский дом. Когда ребенок поступает в учреждение, социальным педагогам проводится совместно с органами опеки очень большая работа по изучению ситуации. А что у ребенка с жильем? Есть дети, которые приходят и не имеют жилья. Есть дети, у которых за ними закреплено жилье, но оно ветхое, аварийное, еще какое-то. Есть жилье, которое не соответствует квадратным метрам по проживанию. И вот здесь уже идет изучение этого вопроса и градация. Если ребенок попадает под категорию нуждающегося в жилом помещении, то его ставят уже в 14 лет. Мы доготовим пакет документов в департамент строительства и ставим его на очередь нуждающихся в предоставлении жилого помещения. Есть дети, у которых право собственности в жилье достаточно хорошем, пригодном для проживания. В этом случае уже на протяжении тех лет, пока ребенок живет в учреждении, мы это жилье отслеживаем. То есть мы получаем меры поддержки по оплате коммунальных услуг, чтобы не накапливались эти долги. Мы можем это жилье, мы его ежегодно выезжаем, проверяем. Здесь уже в состав комиссии входят и органы опеки, и представители управляющей компании, то есть чтобы это жилье было сохранно. В свое время была такая мера поддержки, когда мы ремонтировали это жилье, если это было необходимо, были такие единичные случаи. Либо на период проживания ребенка еще сдаем жилье под найм. Такие случаи тоже были. Но это все ежемесячно очень строго и строго отслеживается. Предоставляемое выпускнику Центра помощи жилье должно соответствовать нормативам. Согласно законодательству, предоставляемое льготное жилье должно быть благоустроенным. Квартира, дом должны быть обеспечены электроснабжением, водопроводом, канализацией, отоплением, а также ванной и душем, газовой или электрической плитой, горячим водоснабжением или газовой колонкой. Площадь жилья определяется на основе расчетной нормы. В Вологодской области она составляет 36,5 квадратных метров на человека. Есть и другой способ получить жилье, причем выбрать его можно будет самостоятельно. Сертификат адресно выдается детям-сиротам в возрасте от 23 лет, в отношении которых до 1 января 2021 года вынесен судебный акт о предоставлении им жилищного помещения. Важной мерой поддержки в последнее время стала такая мера, как получение сертификата, жилищного сертификата для детей, благодаря которому они могут уже сами приобретать это жилье. Увеличился норматив площади. Если раньше он составлял 33 квадратных метра, сейчас он составляет 36,5 квадратных метров, что тоже идет на улучшение качества жизни выпускников. Ну и, соответственно, если увеличился норматив на квадратные метры, увеличилась и стоимость сертификата. Если она на конец прошлого года составляла 1 856 000 рублей, то уже в первом квартале 2022 сумма жилищного сертификата у нас – 2 343 000 рублей. По жилищному сертификату приобрела квартиру Ирина Михайлова, выпускница Центра помощи детям. Сейчас счастливая семья с тремя детьми проживает в просторной квартире площадью 72 квадратных метра в центре Великого Устюга. Узнала, что можно получить денежный сертификат на приобретение квартиры. Стали собирать документы. И через год у нас все получилось. Мы собрали документы и сейчас живем в большой просторной трехкомнатной квартире со своей большой семьей. Как видим, государство не отказывает в поддержке выпускникам детских домов. Счастливые примеры приобретения собственного жилья – это подтверждают. На этом очередной выпуск ЖКХ подошел к концу. До свидания. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова